Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня вновь перед вами открытый космос, и это игрушка под названием Бризыч. Мы с вами остановились на том, что должны были найти стекло, любым удобным, либо неудобным для нас способом. Что мы имеем на данном этапе? Мне сказали, что проще всего не заморачиваться абсолютно, и сразу лететь на вот эту точку, и там, собственно, и будет стекло. Я не уверен, насколько я хочу воспользоваться данным советом. Я сейчас хочу проложить маршрут, чтобы мы пролетели всю эту хреновину, по сути, да? Сейчас, мы здесь заглядывали? Да, мы здесь заглядывали, здесь разбитая немножко краска, и первый обогреватель. Я думаю, что мы двинемся сначала вот в эту точку, а от нее уже полетим дальше. Ближайшая... А, я хотел там заправку поставить, точно. Я хотел организовать еще одну заправочку. Я надеюсь, что вы меня палками пинать не будете за то, что заправочки ставлю я почти везде, потому что это небольшой способ обезопасить себя. В случае чего, если будет все совсем плохо. Но пока, вроде бы, нормально. Из того, что я ставлю как раз эти заправочки. В любом случае, сегодня нам надо уже доделать скафандр и идти ближе к основной миссии. Иначе мы так надолго здесь встрянем. Так, станция требует утолщенную изоленту и алюминий. Погнали, дорогуша. Алюминий у нас как раз остался один. Если надо будет, мы это будем еще. Это в наших же интересах. А что, у меня резина, кстати, валяется? А? Я что, пустил? Ладно, пусть пока здесь валяются. Так, здесь у нас две запасные. Понимаю. Перекинь сюда. Стоп, это все, что у нас осталось? Хо-хоу, товарищи. У нас осталось четыре свечи. Неплохо. Ну, две запасные и четыре в расход. Не то, чтобы это фонтан. Но ок. Поплыли. Летим мы отсюда в далекое-далекое. Я же говорю, возле того места обогрева желательно поставить. Хотя мы посмотрим, сколько нам расстояния до ближайшей заправки. Мне кажется, что нужно будет чуточку глубже поставить. Если что, спирт со мной есть. То есть, прогреться мы сможем. Опасность обледенения. Ок. Поэтому я и лечу, чтобы прогреться. Так, сколько у нас? 200 метров до этой штуки. Давай, давай, давай. Нормально, не переживаем. Аккуратненько. Попердываем. Подлетаем. Гробы эти мы вскроем. Не переживайте. Рано или поздно. Мы их обязательно вскроем. Так, ближайшие 200 метров выходят. Погрей меня. Погрей, погрей, погрей. Где-то. Где нагревающий элемент? Да нет опасности обледенения. Не выдумывай. Вот, отсюда стартуем. Там нам остается 340 метров. Чем мы не долетим, по сути. И где-то здесь, в промежуточном этапе, нужно фигануть. Как раз-таки эту штукенцию. Вот там вроде бы еще нагревающий элемент есть. Либо долетим прямо здесь, поставим в центре. Там нагревающий есть. 200 метров осталось. Давайте, наверное, вглубь сразу поставим. Возможно, это слегка упрометчего. Но зато у нас будет переходной пункт. Мне не надо будет переживать. 300 ближайший. Кладбище спасательных челноков. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. Понимаю. Прям вот здесь сейчас и влупим. Подтвердить. Прогрев у нас есть. Сейчас я насосусь немножко. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай не замерзать. Подожди, подожди, подожди. Замерзнуть мы всегда успеем, товарищ. Всегда успеем замерзнуть. Не надо так делать. Обогрей меня. Еще-еще-еще-еще-еще-еще-еще. Еще хочу. Обогрей меня, говорю. Нормально. Пока мы будем заправляться кислородом, мы можем замерзнуть хером. Неплохо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Там прогрев еще должен быть посредине всех этих обломков, если не ошибаюсь. Так, сосеч есть. Здесь у нас есть контейнеры. Это лед. Радиация пока что в норме. Это стекло. Отлично, мы нашли то, что искали. Так, вот здесь внутри разве обогрева нет? Чи-чи-чи-чи-чи. Еще есть. Давай, аккуратненько прогрейся. А здесь стекла нет? Здесь оно тоже есть. Крайне рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Кромотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандрой и привести к легкому приступу смерти. Я только что получил небольшое ранение, кстати. Если вы спросите, как я умудрился. Все нормально, я не ту кнопку нашел. Так, здесь стекло имеется. Здесь имеется... Это лед. Это тоже лед. Давайте я попробую разбить эту штуку. Че-че? Ёпар, ты что здесь сделал? Ладно, нормально, нормально. Все-таки планировалось. Это была изначальная задумка. Опять ножницы, хрень не нужная. Здесь у нас еще стекло есть. Нам стекла не так уж и много надо было. Давайте будем честны, да? Греться, 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 греться. Замерзать не хочется совсем. Опа. Так, хорошечно. И следующий пункт у нас в 900 метрах отсюда получается, да? Неприятно вообще-то. Неприятно, что он настолько далеко. Челики здесь летают по традиции. Ну, по сути, да, это переходной. Надо сейчас этот шлем доделать. И мне кажется, мы можем двигать. Двигать отсюда в далекое-далекое. Так, быстренько заправляемся и текаем назад. По-моему, нам немного стекла надо было. Я думаю, что нам три хватит. Так, заправляйся. Все, этого достаточно. Давай, 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 давай. Надеюсь, спиртяку пить не придется. Просто не хотелось бы. Дотуда у нас 500. Ой-ой-ой-ой, прям возле холода геля пролетел. Тише, 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 тише. Отлетай отсюда. Отлетай, мать твою говорю. Так, я уже совсем нихера не вижу. Окей. Гэпни спиртяка. Ох ты ж, ёпаре, сэто. Спиртяка такая, спиртяка. Так, давайте сначала сюда тогда. Вшатало так вшатало. Боже, у меня станция заправки перед глазами летает. Тише, тише, тише. Спокойненько, спокойненько. Мы забрали даже четыре стекла. Окей. Так, 40 метров, она совсем рядом. Главное, не пни ее никуда. Отлично. Нам надо, кстати, попить и поесть еще. Без этого будет совсем плохо. Так, есть. В принципе, 300-ку мы точно пролетим. Но опять же, хотелось бы второй ускоритель. Но если я не ошибаюсь, он уже за сюжетной миссией будет. Второй ускоритель уже повеселее. Ну ничего, нормально. Мы же исследователь. В конце-то концов. Давай, 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 давай. Сейчас тогда получается... А что мы еще не скрафтили? Что-то, по-моему, еще одно было. Что желательно было скрафтить. Очень желательно. Потратили мы в общей сумме 30-ку. Грубо говоря, и считать, что 35. Ну, в принципе, расчет такой идет. Протензии нет. Так, заправляйся. Так, добрый день. Покажите крафты. Скафандер. Да, стекло одно требует, славьте господи. Алюминий нужен. Точно. Точно, точно, точно. По композитным ресурсам нам пока ничего не горит. Здесь все, что мы имели, мы скрафтили. Правильно? Правильно. Поэтому давайте перекусим. Сгоняем быстренько за алюминием. Перекус же есть. Перекус точно должен быть. Перекус нам надо немного, а вот попить надо много. Ты даешь 30-ку. Пока лежи, отдыхай. Дрель у нас живой остался. У нас даже две дрели. Супер. Единственное, что я не помню, где у нас здесь еще поблизости есть алюминий. Алюминий, алюминий, алюминий. Он однозначно на астероидах. Он точно есть там. Это инфа сотка. И вроде бы как должен быть здесь. Вон, по-моему, есть. Так, а ну-ка дай подсосу чуть-чуть. Замри. Спасибо. Четко-четко. Да, вон там есть какой-то металл. Причем две жилы. Поэтому аккуратненько. Его сейчас испилим. Опять же, попробуем немножко в запас взять. Бог его знает, сколько нам на самом деле его пригодится. Этого алюминия. Давай, 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 давай. Аккуратно, аккуратно. Пришвартовались. Поехали. Красавчик. Пропердел сюда. Замер. Быстренько поменял. Продолжил. Отлично. Запасик есть. Сколько нам лететь? Трехсотку. Должны долететь. В любом случае, должны долететь. Все, алюмка есть. Скафандр, считайте, что уже у нас в кармашке. Уже в кармашечке, но в любом случае, перелет нас ждет нелегкий. Я не помню, будет ли там перевалочная база. После этого квеста. Когда мы доберемся до точки эвакуации. По-моему, да. Если не ошибаюсь, у меня память дырявая. Я же слишком много игор играю. Но если мне память не изменяет, то должно быть еще две перевалочные базы. И вот они как раз будут иметь очень большую решающую роль. Так, аккуратненько. Допыхти, допыхти, допыхти. Отлично. Так, еще раз показывайте, что надо. Это с лицовой краской пластик. Я надеюсь, пластики не весь потратил. Неа. Это восхитительно. Так, шлема. В связи с высокой токсичностью краски обновленного скафандра, вероятность вашей гибели от радиации становится ниже, чем вероятность гибели от самого скафандра. В связи с этим допускается возможность полета к точке эвакуации. Юбиии! Допущение возможности. Давай, забирай эту каку. Палки у нас как поживают? Давайте еще одну палку сварганим. Оставим здесь алюм. Что мы еще сделаем? Мы сделаем вот так, наверное, и оставим вот это. Вообще, стекло хотел еще оставить. Оно должно вылезть. Так, быстренький перекрафт. Инструментарий, палка готова. Шпоньк и две изоленты. Будьте добрым. Все, с этим мы разрядились. Скоро и попить уже можно, кстати. С этим мы разрядились. Оставляем эту каку сюда. Эту каку сюда. Запас по кислороду есть. Шлем на бошню. Оу-е! Теперь у нас есть антенки. Ну и защита от радиации. Общая радиация нас убьет только если она превысит параметр 175. Это довольно сурово. Но, опять же, мы не знаем, до скольки мы сможем поднять. Может, наши показатели куда страшнее. Так, на всяк пожарной я с собой возьму немножко еды и воды. Чисто... Всякие непредвиденные ситуации могут случиться. Так, и давай чуть отдохнем. Потому что немножко хп мы все-таки всрали, когда я в стекло пальцем тыкнул. Не повторять дома. Скажу сразу. Битое стекло лучше пальцем не тыкать. Так, летим туда. Заправляемся, прогреваемся. И надеемся, что там будет возможность подышать. Может, если там не будет возможности подышать, нам шоба. Вот все, что я хотел сказать. Я спирт не взял еще, да? Нехорошо, нехорошо. Опазднование обледенения. Обидно, что скафандр не защищает от обледенения. Вот это прям неприятно, на самом деле. Можно было бы вообще-то чуть-чуть и защитить. Мы люди простые, нам много не надо. Так, опять эти гробы. Самое смешное, как разработчикам удалось смешать тему смерти, условно говоря, с очень большой концентрацией юмора. При этом, что это не вышло чернухой и не вышло прям каким-то таким мерзким. Молодцы. Что я могу сказать? Просто молодцы. Так, еще чуть-чуть прогрейся. Оп. Отлично. И 180 метров осталось, мы точно долетаем. Тут вообще надо бы все еще раз прорыскать. Собрать все стекло по-хорошему. Бляха, меня смущает, сколько нам туда лететь. И даже по прогреву, мне кажется, мы все равно замерзнем. Стоп, то есть отсюда лететь километр? Да ну не гони. Ну да, тогда остается только один расчет. Здесь прям супер морозная местность. Здесь можно замерзнуть за 2 секунды. Так, аккуратненько сюда. Тихо, твою мать! Чуть-чуть промахнулся, бывает. Погрейся, ну не сгори, пожалуйста. Отлично. С божьей помощью, что я могу сказать. Но мне кажется, мы все равно замерзнем. А, там, по-моему, есть пи-пи-пи-пи-пи-пи-это. Нам главное, чтобы сейчас кислорода хватило. Наличие такого объема хладогеля является странностью. Подобный состав устарел более 10 лет назад и не производится не на одной планете. А тут прогревчик намечается, не? Прогревчик не намечается, мать твою. Двигай, двигай, двигай. Я пока вижу цель. По-моему, мы сейчас замерзнем хера, нет? Было бы, кстати, забавно, если бы из-за переохлаждения... Если бы из-за переохлаждения у нас... Вереде обнаружена часть капитанского мостика, откуда должны руководить эвакуации, но в данном районе не замечено никакого движения или сигналов. Вероятно, все погибли. Понял. Я говорил о том, что было бы забавно, если бы переохлаждение понижало потребление кислорода. Это было бы очень смешно. Мне кажется, что мы не можем замерзнуть, но у нас засирается весь экран, и мы ни черта не видим. По радиации... О, стоп. Уже мерзнуть не должен. Йопа, РСТ. То есть мы намертво замерзнуть не можем, да? Мне срочно найти нужно место, где мы сможем пополнить кислород. Иначе у нас будет проблема. Я видеть рядом свой капитанский мостик, это прекрасно. Связь с мостик нет, все гибнуть. Доступа к мостик необходима кода админ 123. Там кнопка с надписью бить всех пассажиров, ты ее нажать. Только не пугаться. При таком акценте неправильная локализация звучит крайне убедительно. Но в базе данных информация о капитанском мостике засекречена, в связи с чем рекомендуется проигнорировать этот ценный совет и действовать по обстоятельствам. Будем действовать по обстоятельствам. Друг, не переживай, дай мне только подышать. Два челнока разбитых. Здесь на мостике, по-моему, должно быть место, где мы можем продохнуть. Радиация? Хера себе. И кислород не вечен, и радиация нас во все щели щемит. Давай, еще одну свечу. Мы на все пойдем. Радиация продолжает расти. Страшно вообще-то. Вообще-то очень страшно. Мостик сильно пострадал, но основные системы функционируют в штатном режиме. Функционируют? Отлично. Вам нужен ключ. Дверь заблокирована. Если удастся проникнуть внутрь, есть шанс отправить сигнал бедствия на ближайшую планету или хотя бы пнуть труп капитана, который все это запустил. Так, сканируем, сканируем. Тут есть кислород. Супер. Все, это уже very good. Дрель. Забираем. Чинить блок питания. Ломом. Естественно. Блок питания. Работай. Конгратулейшн, как говорится. Вести пароль. Админ 1-2-3. Отлично. Ключик взят. Самый обычный ключ от какого-то дешевого замка. Ей можно что-то открыть или закрыть. Вставляем ключ. Понял. Чигир апт нау. Рондодон, мать твою. Подождите. Ждем. С возвращением на борт, капитан. Ессер. Система активная, двигатель активный. Запуск через 3, 2, 1. Поехали. Обожаю этот момент. Просто обожаю. Похоже, это будет долгий день. Это будет долгий день. Подбирая для вас методы наиболее безболезненного суицида, было замечено незначительное понижение радиационного фона. Удивительно, но ваша попытка доломать лайнер может привести к положительным результатам. Я мог бы выяснить природу данного феномена, но для этого необходимо раскрыть некоторую конфиденциальную информацию компании Brasset, что противоречит протоколу безопасности и ни один скафандр с искусственным интеллектом вам ее не выдаст. С другой стороны, данная информация нам крайне необходима. Ха, допыть информацию дрелью. Глупость с мертвыми носителями вокруг полно. И никто даже не узнает, если вы прибегнете к старому доброму методу пыток. Например, дрелью. Никто не узнает. Так, меня радует то, что здесь есть кислород. Мы здесь не мерзнем. Радиация здесь сносная. В придачу тем, что мы рванули часть корабля, мы понизили радиацию. Почему нет? Так, в чем основная проблема? Метка где? Где, мать его, метка? Он говорит... О, стоп, здесь кислород отсутствует. А почему здесь есть, мне интересно. Здесь его нет, а там он есть. Шо за магическая хрень? Ладно, не имеет значения. Дрель нам нужно, по-моему, взять в руки и самим себя продрелить. Сверлить себя. Нет, нет, я все скажу, я признаюсь. А, не надо. Так, что это было? Я предлагал пытать другие скафандры. Это же логично. Да я вообще говорить больше не буду. Обиделся, ну... Ладно, далось на рейтинг. Вы же не думаете, что программа может бояться пыток. Я тоже так не думаю. И еще, я не намекаю, что вам необходимо найти инженерный челнок. Окей, до челнока-то мы долетим, товарищ. Или тебя еще раз сверло ночь. Вероятно, вам требуется пояснение, которое вы не можете получить из-за отсутствия диалогов в игре. Так вот, их будет. Их не будет. Спасибо большое. А еще раз есть? Я больше ничего не скажу. Я не могу нарушить протокол безопасности. Хватит, серьезно. Я действительно не могу ничего сказать. Эй, это просто. Так нельзя. Вы совсем дебилы? Что? 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 Очнулись. Я был вынужден ударить востоком. Вы же чуть не повредили скафандра. Я прошу вас больше не играть дрелью. Больше не будем. Хорошо. Как скажешь, скафандр. Больше не будем. Так, хорошо. Мы тогда движемся дальше. Я не знаю, смогу ли я потом забрать лут, который у нас лежит там сзади. На прошлой базе. В любом случае, нам нужно фиксироваться на новой точке. Иначе не сдобровать. Тут огромное место. Местность опять для исследований. Поэтому мы за это обязательно возьмемся. Да-да-да. Здесь кусочек челнока есть, в котором, в принципе, мы сможем дышать. Чтобы узнать, как в обилии снижения радиации, необходимо вычислить координаты попадания капитанского мостика в лайнер. Именно с этим нам смогут помочь гробы агентства Брессидж. Но нам по-прежнему требуется инженерный челнок, а лучше сам инженер. Если нам нужны гробы, то суть даже не в самом инженере. Не понимаю, как вы так быстро все находите. Неужели из-за моих подрядов? Ох, тут Тачанка нас встречает. Похоже, он брился бензопилой во время крушения. Другого объяснения таким повреждениям скафандра я не нахожу. Нам нужен более целый экземпляр или другие куски этого. Рекомендую обследовать местность. Брился бензопилой. О май гад, тут крот. Настольный календарик есть даже. Май, среда. И что, он на два дня? Перевернул. Первое мае, второе мае и все. Не самый удобный календарик, хотя возможно поставить свои собственные изображения радует. Ну, конечно. Женщина на ракете. Так, у нас здесь большие кислородные свечи. Отлично. Это даст нам, скорее всего, новые крафты. Так, здесь у нас есть два места хранилища. Ну, честно говоря, по-хорошему нужно бы слетать и все забрать. По-хорошему. Потому что добро будет пропадать, мне будет из этого обидно. Так, здесь у нас небольшой запас еды. Небольшой запас еще свечей. Давай это сюда. Это пока оставим, нам так много не надо. И немножко сербнем. Так, замечательно. Что у нас еще есть? Сканировать сам штурвал. Один из четырех. Просканировано. Но у нас тут неплохой запас ресурсов так-то. Здесь и твердый металл, и проволока. Ту-ту-ру-ту-ру. Компуктер у нас не работает. Крот пусть пока сидит. К нему претензий нет. Напрягает чуть, что сам челнок немножечко наклонен. Но опять же, это по идее не смертельно. Так, у нас два задания. Найти экземпляры инженеров для того, чтобы их переработать. По всей видимости, а именно их скафандры. Ну давайте, давайте. У нас, правда, сканер неживучий. Дрель у нас запасная есть. Ну, кстати, здесь тоже обшивку снять можно. Но к этому мы еще вернемся. Так, это у нас что? Это какой-то новый ресурс, да? Нужен дрель для добычи. Электроника. О, ма. Придет время, когда нам придется ее очень много собрать. Я точно это помню. Так, и у нас же крафт, подождите. Я убежал. А крафт я не проверю. У нас должен был крафт появиться. Снаряга, предметы. У нас добавлен штурвал, но еще не полноценный крафт. И свеча на 200 кислорода. Титан, батарейка и смола. Ммм, как хорошо. Я прям чувствую, как я должен буду искать эти ресурсы. Но мы же исследователи. Так, ну давайте сначала в ближайшую точку слетаем. А это что за говно? Титановый шар. Отлично. Титана здесь куча. Еще один гроб. Что это? Неужели это та самая часть, о которой я думал? Палец инженера? Нет, это все... Серьезно. Инженер был женат или разведел. Надо признать, что вы определили правые или левые руки. По одному оторванному пальцу не такая уж простая задача. Болишь палец. Нам это не подходит. Так, титан есть. Сканер. В чистом... Шо-шо-шо-би-бип? А, радиация. Магнит. Вот эти магниты как раз нужны будут, по-моему, для открытия гробов. Так, еще одна шаурма. Она нам ничего не даст. Еще железо. Давай титан. Да все, в принципе, сейчас надо собирать. Из того, что здесь есть. Так, лед, лед, лед. Давайте вот это разобьем. Радиация, да я в курсе. Так, еще один магнит получен, да? Строительный набор. Окей. Так, снизу у вас что-то есть? Я надеюсь, это алюминий? Это алюминий. Супер. Но я думаю, я уже внезаписи слетаю, заберу ресурсы у нас. Мы же не зря их там долбили и складировали, правильно? Абсолютно верно. Ломайся. Пластик, батарейка, батарейка и кислородный генератор. Здравствуйте. Пока запас меня радует. Можем, конечно, что-то получше найти еще, но... Все же в наших руках. Я надеюсь, что у меня с магнитом появился крафт... ...магнитного ключа этого для гробов. А там что? А там тоже есть экземпляр, видимо. Так, аккуратненько. Оно мне аж до сюда кислород не давало или что? Почему появилось? Ладно. Не имеет значения. Так, ресурсы мы теперь можем делать компенсатор. Ок. Щелочь очищенный металл и титан. Дорогой крафт, я бы сказал. Но при этом крафта магнитных этих у нас нет, да? Крафта пока нет. Плохо делом. Но в целом не критично. Палец пока пусть будет со мной. Палец со мной. Окей. Давайте сразу следующий проверим. Аккуратненько, быстренько. По дороге еще надо титан хапнуть. Железо хапнуть. Тут, кстати, побольше ресурсов, я хотел бы заметить. Именно свободно парящих. Так, здесь что происходит? Это вообще что за часть? Похоже, здесь ничего нет. Осмотрите другие обломки. В смысле? Ты меня просто направил туда, где ничего нет? Я тебя сейчас дрелью протараню опять. Видишь, говно какое. Но это соберем. В любом случае, чтобы сюда уже не возвращаться по этому поводу. Так, окей. Сейчас на всяк пожар. Какая у нас из этих ближайшая? Вот это, 150. Давайте быстренько зарядимся. Пока есть возможность выполнять задачу и заправляться в челноке. Это просто песня. Потому что очень быстро эту возможность мы теряем. Да, он почему-то с задержкой начинает накапливать кислород. То есть я сюда залетел, и он начал накапливать. Нехорошо. Так, оставляй все, что надо. Кстати, да, набор тоже оставь. Этот тоже оставь. Шаурму выкинь. Кушать-пить будем? Кушать-пить, кушать-пить. Ну, давайте. Пока имеем возможность, будем наедаться от пуза. Это что такое? Залежи смолы. Добывается щупов. Оу-е. Надеюсь, нам это даст крафты. Очень хотелось бы. Практически готовое топливо. Смола. Так, здесь у нас что произошло? Что-то там есть. Туловище инженера. Хозяина челнока или хозяев, трудно сказать, принадлежат к эстанке одному человеку. В любом случае, это не подходит. Нам нужно кое-что пониже пояса, если вы понимаете, о чем я. Кое-что пониже пояс? Ты уверен? Костюм подумай дважды. Так, этот забираем. Резина здесь какого-то черта валяется. Куча проводов, которые мы не можем забрать. Сейчас пока самое ценное попытаемся угнать. Потом, если что, просто запоминаем, что мы здесь находили. Все это забирай. Все может пригодиться. Так, и плотный метальчик. И щупом забери еще вот это. Сим-Сим, откройся. Отлично. Короче, запасают нас ресурсами очень даже неплохо. Надо признать. Этот факт нужно признать. Я думаю, что они все довольно быстро улетят, как только мы получим. Достаточную возможность в разнообразии крафтов. Стоим. Так, загружаем все назад. Мы уже почти засрали весь склад. Как мы успеваем, неизвестно. Так, предметы. У нас теперь появилось топливо. Это из-за смолы, да? Смола с металлом даст нам топливо. Окей. Все, последнюю зону чекнем вот эту вот. Хотя вот это ближе. Но там, скорее всего, ничего нет. Там просто челнок. А здесь опять кусок. Все внутренние помещения вырвало при разгерметизации. Такое бывает, да? Тут ничего нет, да? Похоже, здесь ничего нет. Посмотрите другие обломки. Спасибо, что информируешь. Странное место, но может быть что-то полезное. Так, что у нас здесь? Это самый полезный предмет в космосе. Схема ремонтного инструмента. Почему он воткнут? Можно узнать. А штурвал изучить я здесь не могу, да? Я могу изучить фортепиану. Изучить яйца Ньютона. Почему именно я? Ок. Если бы они еще стукались. Рука инженера. Какие ужасные вещи, говорит Июшка. Так, забрал еще один магнит. Короче, я магнитов самих нашел кучу. Но, к сожалению, не нашел крафта. Магнитного этого ключа. Ок. Так, мне очень трудно перемещаться в этом пространстве. Так, здесь пианинку мы помацали. Этот мы помацали. Руку мы помацали. Вроде все, что можно было залутать, залутали. Мм? Ладненько, это я потом перепроверю. Вон, кстати, еще смола. Тут вообще перед челноком у нас куча ящиков. Их тоже надо бы забрать. На самом деле, нас насыщает настолько ресурсами, что, возможно, это даже... Как это... Отведет от нас мысль о том, чтобы вернуться назад и забрать ресурсы из дома. Ну, потому что их реально дофигища нам дают. Пользуюсь я не хочу, называется. Так, яички мы сейчас попробуем на стол поставить. Как бы странно это не звучало. Но я думаю, суть вы уловили. Так, яички. Бляха, их нельзя нормально поставить. Только уронить. Нет, я не хотел, чтобы вы падали яички. Почему на всех календарях женщины? Это же ущемление прав мужской половины населения. Согласен. Почему это там, а не женщины? Срочно ставьте мужиков. Бляха, из-за того, что у нас на Клантинона не может встать. Я тебя понял. Начинаем делать нашу небольшую выставочку в другом месте. Оп, все, вопрос решен. Яички есть. Так, дальше календарик вернем. Аккуратненько, чтобы он не сильно гэпнулся. Вах. Отлично. Он прислонился к стенке. О, он встал нормально. Супер. Хорошо, ребятки. Мы с вами проделали огромную работу, но пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать у видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.